всем привет совсем недавно на нашем канале был ролик о том как один из наших подписчиков начал зарабатывать на наших бизнес идеи а именно на производстве сыровяльного мяса 150 тысяч рублей в месяц и вдохновившись этим роликом еще один подписчик совсем недавно прислал мне видео обзор о том как он решил зарабатывать деньги на сыровяльном мясе но уже не на производстве а просто на перепродаже человек работает обычным водителем самой обычной компании давайте посмотрим как он это делает поехали добрался до воронежа по холодку с ветерком до 8 утра буду рекламировать вашу продукцию развозя какие-то определенные товары по какому-то определенному маршруту посмотрев наш ролик связался со мной берет юра слушай я все равно езжу по такому такому на маршруту мне интересно продавать мою продукцию я попробовал она очень вкусная давай-ка мы поработаем давай мне на центру 10-15 процентов и я буду распространять твои товары по своей клиентской базе никому плохо от этого не будет вон вдалеке стоит белая газелька это антон как раз вовремя он не более пяти минут стоит сейчас я остановлюсь пойду отнесу ему образцы отдал я антону продукцию всему рассказал в общем он завтра ее покажет думаю девочки поедут а я поехал домой на таганрог так давайте теперь немножко поговорим о том сколько же можно зарабатывать на продаже нашей продукции если у вас есть какой-то маршрут то есть человек садится и едет по оптовикам значит давайте сразу мы должны четко разграничить есть сбыт крупный опт с маленькой наценкой есть маленький сбыт розница с большой наценкой наш сегодняшний герой решил развести наши образцы нашу продукцию именно по оптовикам друзья очень часто многие из вас задают мне вопросы сколько же делать наценку чтобы нормально зарабатывать друзья 10-15 процентов это будет очень проходная демократичная цена нашей продукции значит человек привез на базу отдал нашу продукцию наценил 10-15 процентов из моего опыта клиенты мои личные клиенты которые в краснодарском крае работают со мной уже не один год берут такую продукцию в месяц один клиент может брать от 100 до 300 килограмм все зависит от того насколько сильно вы его раскрутили насколько большая у него клиентская база со 100 килограмм при наценке 15 процентов мы получаем чистый заработок где-то в районе 20 тысяч рублей потому что 100 килограмм продукции в среднем стоит где-то в районе 140 тысяч рублей 140 тысяч умножаем на 15 процентов получается 21 тысяча рублей если наш партнер сможет продавать 300 килограмм оптовика умножать эту цифру на 3 60 тысяч рублей с одного клиента просто тупо на перепродаже нашей продукции друзья ну теперь давайте посмотрим как же выглядит процесс презентации нашего продукта нашего сарайного мяса нашим сегодняшним героем погнали продукция вкусная очень я о том пробовал ему прям пальцы вот я там написал там у них и большой ассортимент есть и говядина есть и утка есть и оленина вакууме да есть цельнокусковое самые ходовые это 50 грамм и 100 грамм это вот прям то что идет есть на ютубе канал этого парня он снимает конкретно свою производство как он делает из чего он делает я пробовал с отцом я пробовал с отцом вообще блин мы пальцы отрезали реально все вкусное и в меру острая и вкусняца ощущается и вакуумная пачка я пробовал ее руками порвать то есть возвратов не будет свободности полгода полгода можно ее еще мне конечно очень бы хотелось добавить следующую информацию за последние две недели к нам пришло 5 оптовиков и это как раз те люди которые точно так же как наш сегодняшний герой ездят по активной клиентской базе они занимаются аналогичной продажи аналогичной продукцией и имея клиентскую базу имея уже отношения с продавцами покупают наше вкусное сыровяльное мясо и на этом зарабатывать деньги ну естественно весь сок это бизнес идеи то о чем сегодня мы говорим в этом ролике естественно заключается в том что у человека есть куда продать конечно если вы условно говоря проработали сужить сварщиком на заводе или вы проработали экспедитором по прокладкам женским естественно вы не найдете сбыт на нашу продукцию тут весь сок в том что у человека есть уже активная клиентская база и он возит продукты не аналогично этим но чем-то похожим а именно он возит колбасу колбаса и деликатесы конечно это разные продукции тем самым человек не составлять конкуренцию той фирме от которой работать но при этом у него есть активная клиентская база которая может предложить нашу продукцию и на этом неплохо заработать я приехал на одну из актовых баз дал на дегустанцию несколько пакетиков человек взял сливным лицом пачечку и хотел ее порвать руками он ее подергал подергал пошел за лужи канцелярские надрезал первое что он сделал это понюхал он понюхал и я хочу вам сказать что ни один google переводчик не переведет то что он сказал это потому что это были не слова это были эмоции он подходил глаза понюхал а как же она пахнет взял он один кусочек один ломтик положил в рот пожевал пожевал говорит вкусно каждый человек который работает водителем умудряется продавать нашу продукцию спросите вы у него же нет документов у него нет и п друзья все очень просто все заявки которые он собирает у своих оптовиков он сбрасывает нам при необходимости мы напрямую с его клиентами заключаем договор выставляем счета оформляем всю ветеринарно-сопроводительную документацию выставляем счета выписан товаро-транспортные накладные и отгружаем эти документы вместе с товаром и естественно в этих документах уже есть наценка нашего партнера которую мы его в виде агентского вознаграждения согласно трудового договора заключенными между нами и этим партнером отдаем ему качество вознаграждения также я думаю вам интересно так же как и мне сколько потенциальных заказчиков сделает мне заявку на следующую неделю а это получается тем что я передал антону 8 клиентов 8 заказчиков и сколько из 8 клиентов сделает мне заявку мы узнаем в ближайшее время друзья ну если вам понравился наш сегодняшний ролик не забывайте оценивать его лайком делитесь этим роликом с друзьями подписывайтесь на наш канал всем как обычного крепкого сибирского здоровья всем пока субтитры forestry субтитры inequителям о участок если